Всем привет! С вами Алексей Сыпачевский. Я эксперт по настольному теннису и инвентарю для него. Сегодня я разберу вопрос, такой иногда задают, про замедление накладок. Вот в очередной раз задали, зачитываю. Я как раз попался, как многие новички. Купил Paleo AK-47, красную и синюю, то есть Red Blue, и приклеил их на основание, тип Харсамсонов Force Pro. Получилось полное непонимание, как этим играть. Сейчас накладки переставил на старое основание Stiga, очень медленное, до новичков. Пока не пробовал, надеюсь, что-то изменится. Заодно вопрос, чтобы не выбрасывать накладки, можно ли их как-то замедлить. То есть красную AK-47 довести до уровня желтой. Конец вопроса. Разберем по порядку. Насчет того, что попался. Да, это в общем-то очень многие так попадаются. Многие новички, не зная, что купить, покупают что-то слишком быстрое и не могут этим играть. Кстати, если вы новичок и хотите себе подобрать подходящую ракетку для старта занятий настольным теннисом, чтобы она была правильная и чтобы ей именно старт хорошо получился и пошел прогресс в игре. Если нужна помощь с тем, чтобы такую ракетку подобрать, обращайтесь в наш магазин. Мы уже много-много лет занимаемся, в том числе и тем, что помогаем новичкам правильно подобрать первую ракетку для обучения, для постановки техники. Можем подобрать дешевую, можем среднюю, можем дорогую. Ракетку любой ценовой категории можно подобрать так, чтобы она подходила и так, чтобы она не подходила. Ну а мы специализируемся на том, чтобы подбирать так, чтобы подходила. Перейдем теперь к вопросу с замедлением накладок. Можно ли такую быструю накладку, как Палео АК-47 Ред, она очень быстрая, замедлить, чтобы довести ее до уровня АК-47 Йеллоу? Именно для гладких накладок мне неизвестно никаких способов их замедлить, в смысле саму накладку сделать из быстрой, медленной, и при этом не угробить ее. В принципе, можно же какие-то химические реагенты применить, чтобы накладка как-то разложилась и перестала быстро отскакивать. Но играть ей после этого все равно будет невозможно. Так что можно с практической точки зрения сказать, что способов замедлить быструю гладкую накладку нет. Для шипов такие способы есть. Шипы можно ставить на демпфирующие губки. Можно длинные шипы ставить на демпфирующую губку. Средние шипы можно на демпфирующую губку. Короткие шипы можно собрать на демпфирующую губку. В общем, любые шипы можно собрать на демпфирующую губку. Так что это будет очень намного медленнее, чем с какой-то обычной или быстрой губкой. Но тут надо отметить, что демпфирующая губка дает очень сильно другие свойства в игре по сравнению с обычными губками. И такое замедление не всем подойдет. Но тем не менее, демпфирующие губки сейчас пользуются популярностью. Кому интересно, что это такое. Напоминаю, это только для шипов, не для гладких. То под роликом найдете линк на обзор демпфирующих губок. И можете посмотреть, как они себя ведут просто при набивании. И чем они отличаются друг от друга в зависимости от толщины. Но гладкие накладки на демпфирующие губки не собираются, если это гладкая накладка, не антиспин. Антиспины на демпфирующих губках очень даже распространены. Но правда антиспин по классификации к гладким накладкам и не относится. Он относится к антиспинам. А теперь перейдем к следующему пункту. Что все-таки можно сделать с замедлением быстрых гладких накладок. То есть если ставить вопрос именно о замедлении самой накладки, то нет. Но мы ведь играем не накладкой, мы играем ракеткой. И соответственно у нас есть скорость ракетки, которая складывается из скоростей основания и накладок, из которых эта ракетка собрана. Поэтому с одними и теми же накладками можно собрать ракетку очень разной скорости за счет варьирования скорости основания. Так что если только с абстрактной целью максимально замедлить ракетку, можно очень быструю накладку поставить на очень медленную защитную основу. Но практического смысла в этом именно в таком контексте немного. То есть многие защитники так делают, потому что им нужно, например, чтобы была медленная защитная сторона с шипами. Там все медленно. И на второй стороне очень быстрая гладкая накладка. И все это на очень медленном основании. И так получается и суперконтроль с защитной стороны и достаточно скорости не только для защиты, но и для атаки с той стороны, где стоит быстрая накладка. Но это конкретно специализированная ракетка под вот такой вот именно вариант игры защитника. Начинающему же, которому нужна ракетка для постановки техники, такой вариант не подойдет. Ему лучше иметь не супер медленное, не какое-то там очень медленное защитное, а примерно универсальное основание. И с какими-то адекватными, не очень быстрыми накладками. К тому же, если брать очень быстрые накладки, то они часто бывают еще и жесткие. И для начинающего это тоже не есть хорошо. Супер жесткие накладки начинающим противопоказаны. А даже если замедлить скорость ракетки медленным основанием, жесткость все равно никуда не денется. Она так и останется жесткой. Поэтому, если так получилось, что уже приобрел неподходящие, слишком быстрые накладки, то их стоит попробовать вместо, вот как в этой ситуации, быстрого атакующего основания на каком-то олл раунд основании. Но если и там будет слишком быстро, слишком сложно играть, то лучше тогда куда-то эти накладки деть и вместо этого приобрести более адекватный комплект целиком. Потому что подумайте сами, стоит ли жертвовать прогрессом в игре, стоит ли жертвовать выработкой техники в пользу того, чтобы сэкономить цену каких-то уже приобретенных накладок, от которых к тому же можно избавиться не обязательно бесплатно, их можно еще и продать. А что касается вышеназванной Палео АК 47 Red, это абсолютно неподходящая для новичков накладка. Если вы только начинаете свой путь в настольном теннисе, только начинаете заниматься, эту накладку не стоит брать даже даром. Это очень быстрая накладка, довольно жесткая. Она рассчитана только на уже имеющих хороший уровень подготовки теннисистов. Подробные обзоры на серию накладок Палео АК 47 Red, Blue и Yellow у нас на канале есть. Кому интересно их свойства в деталях, ссылки будут под роликом. Смотрите, слушайте и даже сравнения их с друг с другом тоже имеются и с другими накладками. Ну а конкретно для начинающих из этой серии, из этих трех накладок, прекрасно подходит АК 47 Yellow. Это вот одна из очень хорошо подходящих накладок именно для начинающих. Red абсолютно не подходит. Blue подходит не сильно лучше, чем Red. Red для начинающих, ее тоже не нужно начинающим. Она просто менее неподходящая, чем Red. Напоминаю, что у нас в магазине вы можете поинтересоваться в нас, подходит ли выбранный вами комплект для начинающего, если вы сами решили что-то выбрать. Или можете просто обратиться к нам за помощью, чтобы мы вам подобрали подходящий комплект. Надеюсь, это видео было интересным и полезным. Пишите ваши соображения по этому поводу и какие возникают вопросы. И не забудьте подписаться на наш канал, если вам интересны темы, которые мы освещаем, и видео, которые мы показываем, чтобы мы с вами чаще встречались. С вами был Алексей Сыпачевский и магазин настольного тенниса ТТ Максимум. Напоминаю, если вам что-то нужно из накладок, мячей, оснований и чего угодно еще для настольного тенниса, обращайтесь в наш магазин. Это наилучшая благодарность нам за наше видео, за наши труды.